Да, ровно, с вами Гусь Александр, и добро пожаловать на Глафи Геймс, и это мое прохождение игрушки под названием Warmon Grails. Поэтому устраивайся удобнее, доставай побольше вкусняшки, и мы с вами будем отправляться в это стелс-тактическое приключение. Всем приятного просмотра, ну а я буду начинать. Глава первая. Трусость. Хочу подробно послушать рассказ о тебе и твоих товарищах. У нас много времени. Как и следовало ожидать, я не очень рад всем этим делиться. Я пытался все забыть последние 10 лет. Тем не менее, не клянусь честью, я буду говорить правду. Я хочу снять с себя эту ношу. Пожалуйста, продолжайте. Это началось в июне 1944-го. Когда союзные войска успешно высадились во Франции. И уже отняли у нас много территории. В то время мы также проигрывали войну на Восточном фронте. Иван был... бил нас сильно. Мы уже знали, что наша борьба безнадежна. Но фюрер упорно пытался спасти свое лицо за наш счет. Мы были уже три года на Восточном фронте. Три долгих и ужасных года. Тогда все было по-другому. Вы знаете, каково жить изо дня в день с постоянным чувством, что ты уже мертв для этого мира? Я и Эвальд стали свидетелями ужасных зверств при выводе наших войск. Я не мог понять, как они применяются с этими принцами. Достоинство немецких солдат, нас. Субтитры создавал DimaTorzok Я оказался в штрафбатойной штрафной роте. И вот так все началось. Мы близки к месту назначения, опарыша. Может быть, вы вернете себе часть солдатской чести. Иван заминировал поле на нашем левом фланге, но наша артиллерия их отбросила. Вам приказано расчистить минное поле, так как это единственный способ отступить нашим войскам. Эвальд, надень свой грибанный шлем на свою безмозглую голову. Ах, но стрелок Эвальд больше не хочет жить, сэр. Сэр, мне плевать на мою безмозглую голову, сэр. Дерьмо, это идет с их стороны. Водитель быстро встречный артиллерийский огонь. Дерьмо. Да, гребаная голова. Эвальд, это ты? Да, давай, убирайся вниз. Так, ну что, друзья мои, вот они. Значит, выбор персонажа. И поползли вниз. А с выбранным персонажем переместить мышцам на ночное место и отдать приказ им через ЛК. Так. Эвальд и Манфред у нас в командовании. Под командованием. Чтобы изменить на сколько персонажа, нажмите пространство и использовать значок внизу экрана. Спейс. Они остановились. Один, два, три. А графика красивая. Графика, сразу говорю, очень красивая здесь. Так, шокните дважды. Война, смотри. Какие-то танки. Т-34 или же Т-34-85 какой-то проехал сюда. Такс. Стой, вернись на свою позицию, защищай линию. Использую навык голые руки на нем. Так, голые руки. Сразу его вырубаем. Ну, ребят, сразу, кто знаком с тактическими вот этими стелс-играми. Это Деспарадос, это партизаны 1945, это Командос. То тут быстро сразу разберутся. Они напали на деревню. Деспарадос 3 я недавно играл и получил максимальное удовольствие от игры. Поэтому, надеюсь, здесь тоже все будет очень сильно. Так, вы видите мотоцикл? Подожди, подожди, подожди. Мы только что дезертировали из армии. Любой из наших патрулей может посадить нас в тюрьму. А, верно. Нам нужно избавиться от нашей формы. Русские плохая идея. Надо найти крестьянскую одежду. Так, все понял. Слушай, графика, прям прорисовка, очень мне нравится. Все. Так мы это делаем. Пока поворачивать я не могу. Все, поле зрения врага. Нажмите на противника РМБ. Да, все то же самое, как и в Деспарадос. Третьим. Так, удержите контр-восчетник кнопкой ЛБ на бутылке, чтобы поднять ее. Таким образом, вы можете подобрать любые интерактивные предметы, в том числе тела. Так. Бутылка здесь. Берем бутылку. И теперь мы должны их отвлечь. Жеребьевка. Полная бутылка самогона. Заманить врагов к нему. Они обязательно поддадутся искушению. Хорошо. Так, бросьте сюда бутылку. Берем бутылку. И бросаю ее сюда. Что это там? Что это там? Иван. А ну-ка, проверь Иван. Тут все Иваны. Что это там? И мы в этот момент его можем вырубить. С одного удара. Крепкий у нас пацан. А потом, смотри, мы, по идее, можем поднимать тела. И, например, его отнести сюда. Он его здесь бросает. Да, все то же самое, как в Деспарадос 3. Потом, смотри, здесь винтовка. Можно взять бутылку. Можно взять винтовку. Нет. Может, Манфельд хочет взять винтовку? Странно. Здесь валяется винтовка, но никто не хочет ее брать. Заманите еще одного. Заманите еще одного. Давай встанем сюда. У нас, кстати, есть нож у Манфреда. Это очень хорошо. Опять берем бутылку. Я далековато. Можно подойти ближе. И сделать вот так вот. Блин, слушай, вот если приблизить, очень крутая прерисовка. Красиво, красиво. Так, вот подходит еще один. И мы можем с ножичкой его порезать. Все красиво. Тело мы забираем. А, за ножом, кстати, тоже надо возвращаться. Опять же, то же самое аналогии с Desperados. Ну, я так понимаю, ребята вдохновлялись. Это польская студия. Уже есть. Ну, таких проектов не было, но пару игрушек они, ребята, делали. Так, бросаю сюда. А нам нужно ножик забрать. Ножик он забрал. Теперь бутылка. Бутылку беру. Ага, бутылку может только Эвальт брать. Ты можешь подбирать трупы, удержи контрол. Так, все, это я все взял. Трупы я могу подбирать, а оружия почему-то нет пока что. Теперь. Иди сюда. Поднимите тело. Здесь мы не пройдем. То есть... А, они хотят все-таки, чтобы я поднял тело. Ладно. Они все-таки очень сильно хотят, чтобы я поднял тело. Бросьте тело сюда. Будем следовать указаниям. Это все-таки у нас туториал пока что идет. Так, убивать тихо, убивать тихо. Все. В принципе, принцип тоже самое, я так понимаю. Бросаем бутылку. Вот сюда. Какого? Какого? И просто вырубаем. Музыка, кстати, из Буффенштейна. Блин, вот кто помнит Return to Castle, музыка очень сильно похожа. Так, забираем тело. Ложим его, например, сюда. И теперь подходим в эту точку. Надо бутылку забрать. Забираем бутылочку. И делаем отвлекающий маневр для этого дурочка. Мы его с ножечка поражем. Надеюсь, он потом сможет метать этот нож. Кайф. Все. Бутылку забираем. Да, смотри, короче, Манфред не может поднимать бутылку. То есть бутылка чисто принадлежит Эвальду. Моя бутылка. Все. Потопали переодеваться. Видишь этих двоих? Бьюсь об заклад, и я мог бы взять их сразу. А если у Эльда есть запасная бутылка самогона, он может использовать ее для убийств. Двух противников одновременно. Выберите драконавык на мыши двух врагов перед Эвальдом и нажмите ЛКМ. Ого. Как это он двух их? Погоди там парень, он тебя увидит. Я неплохой альпинист, могу его спустить. Тогда желаю удачи. Так, некоторые персонажи могут сбираться. Ага, не все еще могут сбираться, то есть Манфред у нас может сбираться. Хорошо, Манфред идет наверх тогда, получается. Этот смотрит на него, этот смотрит за ним. Мы пока быстро убиваем этого. А, видишь, на Space они именно ложатся, а в Desperados было они, ну, они на корточку садились. Все, хорошо, допустим, давай мы пригнемся. Теперь мы берем бутылку. И, по идее, можем двух убить. Сейчас попробую. Слушай, ну хорош. Хорош. Так, нажмите QE, чтобы повернуть камеру. О! Вот этого мне не хватало. Так, спустись, Манфред. Манфреда спустить, понял. Смотри, в доме сидят. Мы можем пойти вот так. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Здесь будут ребята. Блин, до одежды, конечно, далековато идти. Так, Манфред, ну иди сюда. Удобный интерфейс. В принципе, все как всегда. Неплохо. Так, выберите карманные часы и бросите их на землю рядом с врагом с помощью ЛБ. Музыкальная шкатука в часах Манфреда будет притягивать врага в его сторону. Когда враг подберет ее, убейте его, иначе он призовет своих ближайших соратников, чтобы похвастаться этим. А, типа что он часы нашел? Да. Так, бросите сюда карманные часы. Ммм, ничего себе у него. А я сюда разве докину? Сейчас он не может докинуть. Так, он бросает часы. Они тикают. Иван заметил. Ивану понравилось. Иван мертв. Все, часы мы забираем. Некоторые умения более шумные, чем другие. Обратите внимание на соответствующие индикаторы шума. Они отображаются в виде белого круга при наведении курсора мыши на цель. Ну да. Есть, когда заметили, оно будет желтым, там так далее. Красным. Красное это вообще все, габелы. Все, прячем трупик сюда. Так, вот она, в принципе, наша загрузка. Сейчас мы сразу с этими двумя и должны будем разобраться. Значит, этот берет этого, а этот пока режет этого. Все, легко. Так, тут подобрать мы ничего не можем. Заманить еще одного. Значит, мы встаем сюда. Заманить еще одного. Это мы бросаем часики в эту зону. Допустим, он заметил. Эти нас не должны спалить. Мы идем спокойненько их вырубать. Манфред идет за ним. Часы мы забираем. Все. Эти просто нас не видят, не слышат. Не смотрят в одну точку. И нам нужно добраться до бутылки. Нам нужно добраться до бутылки и сделать F5 обязательно. F5, интересно, сохраняет? Или у нас само автосохранение вроде бы здесь? Потому что, то есть, правда, надо было у нее частенько сохраняться. Так. Есть момент. Теперь опять часики берем. Часики бросаем в эту зону. И вырубаем его. Так, заключенных ведут. Очень красиво прорисовано. За графику, ребятам, конечно, респект. Ну, конечно, играем на ультрах. С оптимизацией тоже, смотрю, все очень хорошо. Отражение. Все есть. Все жирненько. Блин, жестко, сурово. Так, часы мы забираем. А что он там аж оказался? Это я не знаю, почему он там оказался. Теперь Эвальд. Эвальду нужна бутылка. Как бы странно это не звучало. Все, теперь у нас есть бутылка. Мы можем их как-то еще круче отвлекать. Дальше. Цель у нас одежда. Здесь пока двое. Что я делаю? Беру часы. Допустим, давай так. Вот, все, они нас не услышали. И этот спокойно может вырубить этого бойца. Вот так. Это у нас, получается, были какие-то крепкие, которые не особо отвлекающиеся. Так, Манфорд умеет отвлекать врагов свистом. Когда он не свист, они пойдут проверить источник шума. Все. Так. Трупы давай мы сейчас спрячем. В эту сторону. Раз. И от этих нам тоже надо избавиться. И еще один. Все очень жирно, все очень плавненько. Так, давай теперь прячемся мы за уголочек. Прячемся мы за уголочек с вами. И так, у нас Манфорд умеет свистеть. Манфорд, блин, на какого-то актера похож. Так, свист. Четыре. Ой. Да, и они идут. Приманка свиста. Все, он бежит сюда. И мы его сразу, получается, режем. Я буду убивать. Еее. Хорошо. Блин, тут же три трупика. Свистим. Охранитель свистит, конечно. Хорош. Какого черта? Так, Иван пошел проверять. И мы сейчас поражим Ивана. Все. Так, это мы не пропускаем. Здесь еще два бойца. И крепких, причем с автоматами. В режиме планирования вы можете поставить в очередь одно действие для каждого героя. Вот, я уже ждал, когда это появится. Потому что без этого, вот, Гаспарадос это очень сильно выручало. Так, режим. А есть какая-то быстрая клавиша? Shift может. Вот у нас. Так сказать, тактическая пауза. То бишь, у нас Манфред берет этого бойца. Эвальд берет этого бойца. И чтоб, ну, в принципе, бутылку не тратим. Все. И теперь выполнить режим планирования. Чутка неудобно. В Деспарадос 3 это было, конечно, поудобнее сделано. Все. Готово. И забираем одежду. Так, подожди, по-моему, этот не переоделся, не? Оружие выброса. Каждый герой переключает разный тип оружия. Используйте контр, а вы прижмите своим людям, выбрать оружие, которое им нравится. Так, Эвальду нравится МП-40. Хорошо. Наконец-то. Это странно, конечно. Так, есть автомат. А Манфред у нас с чем бегает? Он, наверное, с винтовкой будет бегать. У этого вроде винтовка. Ага, Маузер. Он берет Маузер. Отлично. Да, Джерман Вэпенс. Получение колес. Отлично. Украсть мотоцикл и убежать. Так, мотоцикл аж там. Можем через эту стену как-то пробраться, по идее. Хорошо. Тогда что мы делаем? Идем сюда. Свистим. Этот нас слышит. Иван идет проверять. И мы Ивана режем. Все, есть. Теперь. Здесь что? Там труп. Идем в эту точку. Вы можете встретить различные исторические находки, которые приближают вас к периоду самого смертоносного конфликта в истории. Человечества. А вот, например, такую. И что это? Коллекционный примет обнаружен. Пропуск для немецких солдат. Нажмите здесь, чтобы изучить. Пропуск для немецких солдат. Первая станция, вторая станция. Блин, хорош. Так, есть. Теперь, по идее, наверное, свист, наверное, даже на этого сработает. И Эвольд его в рукопашечку снимет. Спокойно. Гуднайт. Трупик мы обязательно прячем. То есть, смотри, план Капкан. Свистун идет сюда. Эвилд здесь будет поджидать. Эвилд будет здесь поджидать. Свистун свистит. Ну и Эвилд быстренько должен забрать нашего бойца. И план Капкан у нас получается. Все. Все-таки, видишь, здесь разрежьте забор. А чем его разрезать? Что мы взяли такое, что мы можем его разрезать? Если вы хотите узнать больше о персоналах, то затем поговорить с друг другом. Они перестанут разговаривать, если разделят с их и... Или их заметит враг. То есть, все-таки я могу разрезать забор. Мне просто нужно было сначала убить этого, да? Блин. Усложнил я себе, конечно, немножечко жизнь. Ладно. Погнали. Очень хорошо, блин. Мне нравится, как декорации здесь сделаны. Очень красиво. Так, этот вроде как не видит, но давай мы все-таки ползком сделаем это все. То есть, я не мог его разрезать. Именно вот этим чудным способом нужно было сначала забрать мужика. Так, здесь разрезать. Наконец-то. Все, ползем сюда. Боевой режим более динамичен, чем классический режим. Выберите обоих персонажей и войдите в боевой режим, нажав С. Ключ. Перемстить персонажа в СД, убивать врагов, указывая на них мышью и стреляя из ЛКМ. А, то есть, перестрелку надо все-таки устроить. Блин, вот такого не было в Деспарадос. Хорошо, а кто у нас еще один? А где этот взялся? Прикройте меня! Перемещаюсь! Прикройте! А нельзя съесть на мотоцикл уже? Нужно именно всех убить. А, ладно. Бля, сколько вас здесь? Уезжаем. Так, Эвель, давай, ты за рулем, я следующий. Так, очень странный этот боевой режим был, но хорошо. Понял при нем. Может, нам еще даже поуправлять дадут? Так, все, это мы сели. Давай убираемся отсюда к черту. Я чертовски устал. Так, глава вторая, точка разрыва. Ну что, друзья мои, продолжение, как говорится, следует. Вторую главу мы обязательно с вами будем проходить. А пока, прожимайте палец вверх, ставьте комментарии. И, как говорится, to be continued. Любим, целуем и обнимаем. Всем пока-пока.